Итак, первая причина — мы не знаем зачем. Мы не понимаем, что есть такая функция жизни, судьбы, разум. Разум — это та штука, которая побеждает судьбу. И в разуме есть две функции. Первая функция — критически относиться к себе. Эта функция называется смирение. Разум от этого становится чистым. И вторая функция — уважать других. Особенно старших. И обе эти функции труднодостижимы. Включить разум в этой жизни, в этом мире очень сложно. Поэтому все в основном люди находятся на умственной платформе. Они очень сильно уважают себя и очень сильно не уважают других. И причина тому — незнание, зачем это надо. Первая причина. А вторая причина — деградация самого общества. Как можно уважать тех, кто сами себя не уважает? Очень трудно. Но можно, если ты в безвыходной ситуации, ты вот там работаешь, в этом коллективе. У тебя два варианта есть. Или честно уйди, или научись уважать старших там, в этом коллективе. И тогда тебе будет гарантия, что там будешь дальше работать. Если у тебя такая судьба, то ты больше нигде не можешь работать, кроме как там. Тогда прими свою судьбу и уважай то, что Бог тебе дал. Так же, как Бог нам дал наших родителей, мы должны их уважать, какими бы они ни были. «Я не забываю об одном на краю родной земли, поклониться матери с отцом, кем бы они ни были». Понимаете? То есть это означает разумность. Точно так же человек, который даёт мне возможность зарабатывать, это тоже как отец. Понимаете? Его также надо уважать. Но если ты плюёшься в этого человека, значит, ты вылетишь из этого места, останешься без денег. Но это твои уже проблемы. Просто прими, что уважать нужно не только тех, кто дал тебе жизнь, а также тех, кто даёт тебе возможность жить. Средства на жизнь. Две причины, почему мы не уважаем. Первое — незнание. Второе — деградация общества. Если человек развитый, его, естественно, хочется уважать. Даже если ты не умеешь уважать. А если ты развитый, ты будешь уважать даже тех, кого уважать невозможно. Знание развивает человека отношения. Нужно видеть пример для подражания. Молитва — это второй этап. Второй. У меня диссертация, знаете, как называется? Которую я написал. Позитивное мотивирование на высшие гуманитарные ценности. В скобках. Развитие возможности видеть перед собой пример для подражания. Если человек, появляется возможность человека в жизни видеть святость перед собой, развитие его личности гарантировано. Потому что каждый человек развивается только в сторону света. В сторону тьмы развитие невозможно. Растение растет только к свету. Человек всегда растет, когда видит что-то хорошее в жизни. Он развивается и стремится к этому. А просто жить так, как растение без света, невозможно. Оно увядает. Человек должен стремиться к солнцу. И поэтому в древней культуре Бога сравнивали с солнцем. И мы детям поем в своем эти песни, не понимая, что эти песни также и нам тоже нужно для себя петь. Мы не знаем, что стремление к свету или к солнцу, или к высшему, к тому, к чему надо подражать, к тому, к чему надо верить, стремиться, это и есть то, что развивает нас лучше всего. Потому что когда человек видит святость перед собой, вся жизнь его способна поменяться очень быстро. И поэтому есть один вид пути в жизни. Это путь за солнцем или за святостью, за светом. И этот путь, он очень сложно понимаемый для людей, потому что люди думают, надо идти к деньгам, к славе. То есть они очень поверхностно смотрят на свою жизнь и понимают, что самая главная сила, которая может поменять мою жизнь, это источник вдохновения, потому что главная причина деградации, страданий и неразвитой части человека — это отсутствие сил. Понимаете? Точно так же, как растению, нужно две вещи — вода и свет, и земля, то есть силы нужны для того, чтобы оно росло. Так и человек растёт точно так же от святости, то есть от света, от вдохновения. Вдохновение в жизни — это вода, она нас поет. Понимаете? Если нет вдохновения, нет движения. Мы не можем без вдохновения что-то делать, нам нужно вдохновение. Чтобы двигаться, надо знать, куда. А двигаться можно только к свету. Человек не может к ним двигаться, ему нужен просвет жизни какой-то, он должен чувствовать, что там лучше будет, больше счастья. И земля означает фундамент для человеческой жизни. Песня — это свод законов, по которым надо жить. Если в диком пространстве жить, все правила у всех разные, человек не может так жить, ему нужно священное писание, опираться на что-то, где всегда правила не меняются. Понимаете? Это наша почва. Она должна быть удобрена. И вот теперь послушайте песню об этом. Куда человек должен идти в жизни и какой будет результат. Для детей песня. Для детей. А микрофона у меня нет. Слышно? Нет? Сейчас, другой микрофон. Специально для вас. Высмотрим. Какой идти дорогой, куда по среду белому Поправиться с утра, иди за солнцем в среду Хоть этот путь не рядом Иди, мой друг, всегда идти дорогою добра Иди за солнцем в среду Хоть этот путь не рядом Иди, мой друг, всегда идти дорогою добра Видите? За солнцем означает за Богом. За светом. Иди за тем, что светит. Не иди за тьмой. Не живи просто так. В непроглядной тьме. Непонятно, зачем цель жизни. Для чего живу. Куда живу. Зачем. Просто живу и все. Теперь, когда человек вдохновлен этим светом Дальше у него появляется способность жить по-другому Жить правильно означает служить Жить не для себя Забыть про себя Человек становится счастливым, когда он про себя забывает Значит, он постоянно, Олег Геннадьевич, у меня то, у меня все, у меня пятое, десятое Значит, это никогда не кончится Потому что он постоянно обсасывает свою жизнь Думает о себе Когда человек становится победителем Слушайте Опять же после солнца Это следующая статья Если за солнцем не идешь, сил на это не хватит Забыть свои заботы Падения и взлеты Их нычь, когда судьба себя ведет Не как сестра Но если с другом худо Не уповай на чудо Спеши к нему Всегда иди Слышали Две стадии Если ты сам не станешь достаточным Если ты солнца не получишь внутрь Ты не сможешь никому помочь Скупость означает Просто отсутствие силы Все Нет сил помогать Надо набраться сначала От света От чистоты Учиться На примерах других людей Почему люди подвиги совершают Почему они радостными живут Почему они могут прощать А я не могу Надо разобраться с этим И это можно перенять у другого человека Через контакт Контакт означает действие с верой Молитва означает действие с верой Я настраиваюсь на кого-то Вот кто вчера повторял Я желаю всем счастья И появилось спокойствие внутри такое Это первый этап Спокойствие означает Включается разум у человека Как определить Что у меня разум включился Вот это спокойствие То, что я почувствую Это и есть разум Разумный человек Очень спокойный По природе Как штиль На море Спокойствие в сердце Значит Первый этап Разум включился Следующий этап Вдохновение Появляется в сердце У кого появилось желание жить Все, у меня все получится Я желаю всем счастья Супер Этот этап не достигается сразу Вы, значит, тренировались Вы уже молились до этого Вы пробовали Это уже специалисты В этой области И третий этап Знание Вот ты какой северный олень Ну, то есть Человек начинает что-то чувствовать Понимание Он увидел что-то Чудо какое-то перед собой Поднимите руку Кто получил Третий этап Я желаю всем счастья Большие специалисты Значит Опыт большой Иногда человек Спонтанно доходит До третьей Если он сильно Погружается Верит Значит, он В прошлых жизнях Уже этим занимался Субтитры сделал DimaTorzok